Теперь нам нужно определиться с функцией потерь. Напомню, что функция потерь должна нам показывать, насколько хорошо мы сейчас решаем нашу задачу. То есть мы вот, например, выбрали какой-то набор сигмоид, для них еще мы не подобрали параметры. Понятно, что в этом случае функция потерь должна быть достаточно большая. Если же у нас параметры уже подобраны, и мы уже почти решили задачу, то функция потерь при этом должна быть достаточно маленькой. В нашем случае для задачи восстановления скрытой зависимости очень популярна функция потерь, которая называется средний квадрат ошибки. По-английски mean squared error, или просто MSE. MSE это 1 делить на количество объектов нашей обучающей выборки сумма y и t минус y и t с волной в квадрате. Где y и t с волной это то, что нам выдала наша нейронная сеть, то есть это наше предсказание нашей модели. И y и t это целевое значение. То есть иными словами, что это означает? Вот это вот значение y и t с волной минус y и t, это насколько наше предсказание отклоняется от того, что у нас должно быть. Мы это возводим в квадрат, таким образом получаем какое-то положительное значение. Таким образом, чем будет меньше это отклонение, тем будет меньше значение среднеквадратичной ошибки. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ